Лекция Пашимадбхагаватам, песня 3, глава 26, текст 40. Прочитана его божественной милостью Ачеба Ктивидантой Свами Прабхупадой, 15 января 1975 года в Бомбее. Огонь характеризуется излучаемым светом, а также способностью варить и усваивать пищу, согревать, испарять, вызывать голод и жажду и утолять их. И так, возможно, люди удивляются. Они читают Шимадбхагаватам, зачем они обсуждают действия и последствия огня. Как правило, они думают, что чтение Бхагаватам означает «раса панчадьяя». Сразу же переходим к раса лиле Кришны. В действительности, знать Бога означает «знать все в деталях». Таково предписание Вет. Если мы понимаем Кришну, то мы также должны понимать и то, как функционируют разные энергии Кришны. Это называется «таттватах». Кришна в Бхагаватгите говорит… Недавно я читал чтение Ганди к Бхагаватгите, «И он говорит, что я могу как-то представить себе Кришну. Я не признаю исторического Кришну». Столько всего он говорил. Он был великим человеком. Он может так говорить. Но мы не можем воображать или придумывать Кришну. Это невозможно. Это не Кришна. Бога нельзя воображать, придумывать при помощи своего ограниченного знания или ограниченных чувств. Это не Кришна. Конечно, Кришна есть все. Но если мы хотим знать Кришну-татвата воистину, как Кришна создал Панча-бхута, как каждый бхута или каждый материальный элемент функционирует, вот что обсуждается здесь. Это совершенное знание – таттвата. Поскольку люди не хотят знать Кришну-татвата, по-настоящему, поэтому они ошибочно понимают Кришну. Они даже критикуют Кришну. Он убил столько демонов. У него была раса лила со столькими гопи. Он женился на стольких женщинах. Они неправильно понимают Кришну. Но если Кришна – всемогущий, всесильный, то разве ему трудно жениться на 16 108 женщинах? У Кришны многие миллионы преданных. Некоторые из них желают служить Кришне, как слуга. Кто-то желает служить Кришне, как друг, или как отец или мать, как возлюбленная, как жена. Итак, есть много преданных ананта-девотистов. Ни один, ни два. Кришне нужно удовлетворить каждого из них. Для Него это не трудно. Есть множество миллионов и триллионов преданных. Они предаются Кришне и желают служить Ему в разных своих ролях. И Кришна исполняет желания каждого. Итак, понимание Кришны. Кришну упадаешь в знания о Кришне. Вот это цель движения сознания Кришны. Миссия читания Махапрабху такова. Если вы аналитически изучаете огонь, дьотананг, дьотананг, свет, пачананг, усваивание пищи, пананг, усиление жажды. Если вы не испытываете жажду, это означает, что огни или элемент огня в желудке не работает. Агни-мандья. Агни-мандья. Это слово образуется от слова манда. Манда значит медленный. Согласно Аюрведе, они говорят агни-мандья. Когда имеет место агни-мандья, дается лекарство, которое способствует увеличению огня. В желудке есть огонь. Согласно лечению по Аюрведе, есть капха, пита и ваю. Мы уже говорили в предыдущих стихах о воздухе, о ваю. Сейчас идет речь об агни, и затем капха, слизь, то есть слизь, желчь и огонь. Итак, познание Кришны подразумевает знание всего, потому что Кришна есть все, как Кришна функционирует во всем, даже в разных частях наших членов, представленных полубогами. Все это описывается, даже наши веки движутся, повинуясь указаниям определенного полубога. И полубоги являются разными неотъемлемыми частями частями тела Кришны. Не стоит возмущаться, почему Бхагаватам изучает Кришну так аналитически. Это необходимо, если мы понимаем Кришну при помощи аналитического анализа, как действует Его божественная сила во всей Вселенной, в атоме, во мне самом, во всем движущемся, неподвижном, повсюду. Джагаданда Коти. Вселенная не является одной лишь Вселенной. Мы находимся в одной из Вселенных. И Читания Махапрабу говорил, по тому, как существует множество, миллионы семян горчицы в мешке, представьте себе, если вы принесете один мешок горчичных семян, кругленьких семян. То есть, это кругленькая семечка, это каждая Вселенная. Один преданный Читани Махапрабу Васудэва Датта молился Читани Махапрабу. Господин, ты пришел, ты спас всех этих падших, обусловленных душ во Вселенной. По своей милости ты можешь сделать это. Если ты думаешь, что они такие греховные, что их невозможно спасти, то я готов взять все их грехи. Я останусь здесь один и буду страдать. Пожалуйста, спаси их. Таково желание Вайшнава. Вайшнав не эгоист. Истинная квалификация истинная квалификация Вайшнава это Парадук-Хадуки. Он несчастен, когда видит, что другие несчастны. У него самого нет никаких страданий. Почему он должен быть несчастен? У него есть Кришна. Но так как он обрел счастье, обретя Кришну, он хочет, чтобы и другие стали счастливыми, и поэтому он старается распространять сознание Кришны. Это называется Парадук-Хадуки. Он знает, что все эти обусловленные души гниют в материальном мире и страдают. И единственное лекарство это сознание Кришны. Это факт. Единственное средство Шрила Парикшат Махарад, царь, советовал это. Он сказал, что сознание Кришны это Бхавоу Шадхи. Бхавоу Шадхи это означает Бхава. Бхава значит круговорот рождения и смерти. Бхава значит вы рождаетесь, а затем вас снова не существует на несколько месяцев. Наша смерть означает сон в течение 7 месяцев. Это описание, которое мы получаем из шанстр. Например, вы каждую ночь засыпаете, и смерть значит сон в течение 7 месяцев. Бессознательное состояние, очень глубокий сон. в утробе матери. И затем, как только другое тело подрастает, при помощи компонентов, доставляемых телом матери или природой, мы снова возвращаемся в сознание. как, например, когда мы глубоко заснули, сознания нет. Оно есть, но оно называется сушупти, бессознательным состоянием. И затем, снова, как только тело сформировано, наше сознание возвращается к нам. и затем, мы погружаемся в сонное состояние. И когда мы выходим из утробы матери, это уже пробужденное состояние. Есть три состояния обусловленности. Джагрити, сушупти и свапна. Состояние сна, состояние бодрствования и бессознательное состояние или глубокий сон. На самом деле, мы не умираем. Не может быть и речи о смерти. Это лишь сон или глубокий сон. Итак, если мы всегда активны в сознании Кришны, это значит, мы пытаемся постичь Кришну с разных углов зрения. По мере того, как мы аналитически исследуем эту тему, функции Агни, что такое Агни? Это тоже Кришна, это энергия Кришны. В Бхагавадгите Кришна говорит Агни. Анала значит Агни. Бхинна ме пракрити раштадха. Они не отличны от Кришны, эти энергии. Например, солнечный свет не отличен от Кришны. Там, где есть солнце, если есть солнце, значит, есть солнечный свет. Точно так же, там, где есть Кришна, там есть энергии Кришны. Поэтому Вишну, значит, вездесущий. Итак, энергии Кришны распространяются повсюду. Например, свет диотоном, это называется диотоном, освещением. Если есть огонь, то должен быть и свет. Утром вы видели, как только солнце еще не взошло. прежде чем мы увидим солнце, мы видим уже свет диотоном. Итак, солнечный свет это энергия солнца. Она всегда есть. Солнечный свет не отличен от солнца. И точно так же, энергия Кришны не отлична от Кришны. Поэтому огонь это энергия Кришны, воздух это энергия Кришны, вода это энергия Кришны, земля это энергия Кришны, небо, пространство это энергия Кришны. И это вездесущность Кришны, вездесущность Бога. параша брахмана шакти сарведам ахилам ягат Ахилам вся вселенная есть экспансия энергии кришны поэтому на высоких стадиях жизни преданного преданный уже не видит огонь он видит кришну преданный не видит воздух он видит кришну преданный не видит небо он видит кришну иштадева кришна является обожаемым божеством преданного преданный видит все потому что он знает эта энергия кришны например как только мы видим утром свет мы понимаем что это солнце сразу же понимаем нам не нужно задумываться об этом мы понимаем это солнце может быть мы его еще не видим но поскольку тьма уже ушла и все озарено светом хотя этот цвет еще тусклый но мы понимаем что это утро и восходит солнце точно также продвинутый предный он понимает что все есть энергия кришны итак мы изучаем энергию поэтому в бхагавадгите говорится апсу в воде я вкус потому что каждый из нас испытывает жажду мы пьем воду и на самом деле вкус воды это кришна иначе кто может дать вкус если бы там не было кришны перед бомбе им простирается огромный водоем воды измените его вкус и тогда вам не нужно будет тянуть воду из разных мест под трубопроводом возьмите измените вкус соленой океанской воды сделать ее питьевой но вы не способны на это только кришна может это сделать поэтому этот вкус есть кришна это не трудно понять таким образом если мы делаем это аналитическое исследование все есть энергия кришны кришна говорит я свет солнца и луны ученые говорят что солнце есть сочетание множество химических веществ создайте одно солнце и осветите всю вселенную вы не способны на это потому что это кришна вы не можете придумать кришну создать его это невозможно глупцы могут сказать кришна это плод моего воображения нет он не плод вашего воображения он факт нужно лишь знать каким образом кришна присутствует во всем и это описано в бхагавадгите так есть целый перечень того как мы можем понять кришну не говорите что вы не видели бога можете ли вы показать мне бога почему бы вам самим не увидеть бог говорит я здесь но почему бы вам не увидеть его бога в этом во вкусе и его можно увидеть на каждом шагу в любом проявлении природы он это осуществляет мы лишь должны обрести глаза чтобы увидеть это и для этого существует сознание грешны все есть бог присутствует повсюду кришна присутствует здесь кришна в вашем сердце но когда вы постигнете искусство видеть его в своем сердце это называется мистической йогой метод йоги это видеть кришну в сердце это настоящая система йоги постарайтесь увидеть кришну в сердце и тогда вы становитесь первоклассным йогом в этом совершенство величайшей йоги величайшего пути йоги если вы сможете научиться видеть кришну в сердце постоянно 24 часа в сутки тогда ваша жизнь совершенна это совершенство жизни и в этом состоит движение сознание кришны как научиться видеть кришну в своем сердце сердце других повсюду от чего мы хотим это возможно когда мы усиливаем свою любовь к кришне мы лишь должны усилить нашу любовь как например нашей практической жизни мы также начинаем любить кого-то постепенно не сразу точно так же мы должны усилить нашу любовь к кришне эта любовь к кришне развивается благодаря пути преданности затем наступает предание это высшее состояние любви предание почему кто-то должен предаваться другому если нет любви например жена предается мужу муж защищает жену это их общий долг почему мужчина проявляет интерес к женщине оказывает ей защиту и почему женщина предается мужчине каков общий базовый принцип это любовь точно так же наше полное предание совершенное сознание кришны может быть обретено когда мы разовьем свою любовь к кришне мало по малу шаг за шагом и тогда мы придем к совершенству когда мы не сможем жить без кришне как чайтанья махапрабху учил нас на последней стадии своей жизни он проявлял такие признаки любви что он умирал без кришне без тебя все опустело без говинды для меня все кажется пустым иногда у нас есть такой опыт если мы теряем друга или сына тогда все становится пустым для нас без сына без возлюбленного и это практический пример и читание махапрабху проявлял такую любовь к кришне что чувствовал что без кришны все опустело и он лично учил этому как подняться на высочайший уровень любви к кришне это высшая цель жизни всегда видеть кришну в сердце и 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